В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Сбросились из счетов? Проблема, которую я хочу затронуть с первой части этой передачи, это классический пример, как на ровном месте можно осложнить людям жизнь, причем с благими намерениями. Классика жанра. Речь об оплате заводу по показаниям счетчиков. Казалось бы, что проще поставить прибор, платить за то, что реально потребляешь, а значит экономишь и винит уже. А нет, чтобы дотрейфовать до уютной бухты коммунального благополучия, нужно, как выяснилось, преодолеть не один подводный камень. Если для людей молодых это лишь мелкое неудобство, не более, то для пенсионеров, которые и обратились на телевидение за помощью, эта дорога оказалась сплошным мучением. А ведь как хорошо все начиналось. Экономия, конечно, есть. И все, как только заговорили о счетчиках, я сразу поставила. И обрадовались. Радости мало. Мы, по-моему, люди всегда добропорядочные. И все за квартиру стараются заплатить, дабы долгов особо не делать. Вот квитанции по свету, вот квитанции по газу. У Лидии Александровны строгая домашняя бухгалтерия. Как и большинство пенсионеров, она мечта для коммунальщиков. Платит вовремя, сполна. Но если за электричество и газ женщина сама считают, сколько накрутила на приборах, сама оплачивает, то с водой выходит целая история. Чтобы заплатить, приходится побегать. Сначала показания снять, затем отвезти на Гагарина 86А. Там находится бухгалтерия Единого информационного расчетного центра, сокращенно ЕРЦ. Эта контора считает, сколько должен потребитель. Сумма потом приходит в общей платежке, с которой вновь нужно совершать ваяж. Этот круговорот цифр и хождение по инстанциям возмущает пенсионерку. До этих ящиков надо доехать, по Запорожской вниз, одни ступени, ступени, ступени. Ехать туда, летом полбеды. И то, туда 20 рублей, назад 20 рублей. Две буханки хлеба, как все бабульки говорят. А у пожилых людей каждая копейка на счету. Какая же в таком случае экономия? Дело осложняется еще и тем, что по телефону до бухгалтерии ЕРЦ дозвониться невозможно. Мы вот несколько раз пробовали. И так всегда? Всегда. Это какая-то... Ну это канитель. Это вот сидеть и все время название вот туда. В бухгалтерии вообще чересчур щадящий график работы. Четырехчасовой дневной перерыв. Вот такая сиеста в средней полосе. Показания же принимают только три дня в месяц. Смотреть у нас август, вот получается 23, 24, один день в понедельник. А если сдавать до того как, 22 последний день, пятница, месяц, они как-то не принимают, какие-то пятницы не принимают. Так что все для людей и против людей. Прогресс, конечно, и хороший, все хорошо. О, в интернете эти существуют. Но ведь не до каждой бабульки эту пикалку можно поставить. И не каждая туда пикнет. Что, всех устраивает это? По-моему, никого не устраивает. Теперь Лидия Александровна, которая в свои 69 бодра и полна сил, занимается еще и волонтерской деятельностью. Раз в месяц совершает воеж по своим более немощным подругам. Собирает показания приборов. Сначала поднимаемся к Валентине Дуболазовой. Она живет тремя этажами выше. И из дома после операции на тазобедренном суставе почти не выходит. И уж жалеет о том, что когда-то связалась со счетчиками. Вот видите, я как передаю. На клюшке прошу кого-нибудь. И ее прошу. И на седьмом, и на восьмом, и на четвертом. Никто еще не соглашается брать. Я знаю. Никто не соглашается. Вот я с клюшкой после операции на тазобедренном суставе. И вот так вот скажу. Мы не думали об этом, что так будет, что мы будем ходить туда носить. Мы думали, что вот у нас раньше ЖКО здесь был. Здесь еще долго, что ли, отнесем. Мы отнесем в дворе. А это, черт, на куличке. Короче говоря, я ни разу не ходила. Все хожу и прошу пристарать. Кто приду, сниму раньше 22-го, мы уже отнесли. Все, моя квитанция осталась неотосланная. На следующий месяц к другому иду. Говорят, мы раньше принесли. Хоть 15-го, хоть 1-го числа принесли. Ну это одно и то же что-то. Мы как бы от себя будем писать в этих квитанциях. А раньше в конце месяца... Ну вот раньше и то было хорошо. За полгода. А это разве возможно каждый месяц ходить, а? Так что что-нибудь нам делайте. Хоть счетчики снимайте. Следующий пункт назначения – Хрущевка на Антонова-Овсеенко. Сюда, с Запорожской, не ближний свет. Лидия Челознова есть к еще одной своей подруге, которую тоже сагитировала поставить счетчики. Так же, да, все нормально. Я не езжу, не смогу. Она никуда не ходит, 82 года. Я туда не доеду, ни в какую. Туда транспорт с пересадкой. С пересадкой, во-первых, мне в транспорт войти надо, выйти надо. Я нуждаюсь в помощи, чтобы меня туда помогли выйти, войти. Во-вторых, проезд тоже дорогой для меня. Нужно с пересадкой туда проехать, оплатить, оттуда вернуться, оплатить. И вода будет дорогая. Счетчик выгодный. Но чтобы квитанцию туда, чтобы оплатить, это невыгодно. Женщин уж и жалобы написали свою коммунальную контору. ЖКС просит, пусть в ЖЭУ появятся ящики, куда пенсионеры смогут бросать квитанции. Все-таки дойти до них проще, чем добраться до Гагарина. А еще лучше, говорят пенсионерки, чтобы мы сами считали, сколько должны заводу, как в случае с газом и электричеством. Рационализаторское предложение пока остается без ответа. Вот прежде чем вот это все заваривать, надо было продумать от и до. Но это не наша забота, наша забота вовремя заплатить. Да, это наша забота. Отставить счетчик и вовремя заплатить. Мы готовы заплатить вовремя. И задерживать никогда пенсионеры не будут. И организуйте нам так, чтобы мы вовремя платили без хлопот. ЖКС, куда я обратилась в первую очередь, ведь именно эта контора обслуживает дома моих героев, от комментариев предпочли уклониться. Туманно лишь намекнули, что проблема решается. Каким именно образом удалось выяснить в ЕРЦ? Виктор Часовский, их бессменный эксперт по всем вопросам ЖКХ, с недавних пор еще и советник директора ЕРЦ поясняет. О недовольстве граждан в расчетном центре знает. Видимо, пенсионеры завалили их жалобами. При этом ЕРЦ обещает упростить жизнь обладателя водяных счетчиков не позднее наступающей осени. Будем решать вопрос с управляющими компаниями о размещении в ЖЭУ, в домоуправлениях, ящиков, в которых будут собираться эти данные по показаниям приборов учета, а потом ЕРЦ их будет просто собирать. Это первый вариант. А второй вариант, в принципе, никто сейчас не запрещает людям подавать показания прибора учета раз в 6 месяцев. Это разрешено 344-м постановлением правительства Российской Федерации. То есть, если человек не сдал показания прибора учета за этот месяц, то на следующий месяц и в течение 6 месяцев далее ему будут начислять средние по показаниям. Естественно, конечно, по истечению 6 месяца посмотрят показания приборов учета. Если он переплатил, значит, ему сделают возврат. Если не доплатил, то значит, начислят дополнительные объемы. Не исключено, что вешать ящики в ЖЭУ и вовсе не придется, если обладателям приборов учета все-таки доверят самим считать, на какую сумму они вылили воду, как это происходит с газом и электричеством. Пока же это невозможно, ведь помимо личных расходов существует еще и такое понятие, как общедомовые нужды. Вполне вероятно, что этой осенью оно станет неактуальным, если федеральное правительство, как и планируется, издаст соответствующее постановление. Ну а пока посмотрим, насколько ЕРЦ оперативно выполнит свое обещание. Неснозная крыша. Ну а на финал передачи еще одна абсурдная история, которая, тем не менее, весьма осложнила жизнь ее героя. Об этом казусе, тянущем на хороший анекдот, если б не было так грустно, я уже рассказывала с полгода назад. Но тогда он имел счастливый финал. На днях выяснилось, рано радовались. И теперь самарец Игорь Чкалов, житель старенького дома в центре города, готовится распрощаться с собственной крышей. Это шок был. Везде стараются устроить, ублагородить. Все старые дома вот эти, все, которые текут и гниют, их стараются как-то восстановить, отреставрировать. А тут уже отреставрированные начинают ломать, почему-то требуют ломать. Просто из-за каких-то вот амбиций человеческих. Как она мне тогда еще обещала, эта хозяйка, соседка, я вам устрою. К юридическому тупику привела банальная соседская ссора. Напомню, коротко предысторию. Двухэтажкина Степана Разина, которая в этом году отметила свой 110-летний юбилей, живет Игорь Чкалов. Устав от бесконечных протечек насквозь прогнившей крыши и осознав всю бессмысленность просек коммунальщикам ее залатать, мужчина принялся за дело сам. Продал машину, вложил все, что было отложено на черный день и построил новую крышу. К тому времени с дома уже сняли статус памятника архитектуры, и потому Игорь надеялся, что его самодеятельность пройдет бесследно. Но инициатива оказалась наказуемой. Перемена в доме до глубины души возмутили его соседку, Валентину Гордееву. Судья она потребовала снести новую крышу и восстановить старую. Якобы из-за новой конструкции стали образовываться сосульки. Как это говорится по-соседски? Я с ним не собираюсь, он слишком много гадостей мне сделал. Он мне и венблоки ломает, газовые дымоходы, и все ночами, и оскорбляет. Если он непорядочный, извините, он не умеет жить с людьми. Пусть приходят и решают. Но они боятся, дом-то старый, вдруг еще хуже. Дом наш еще больше простоит, чем все эти новые. Как ни странно, но суд первой инстанции пенсионерка выиграла. Решение было новую крышу сломать, старую, ну то, что протекало, восстановить. Как это сделать, непонятно. Да и вряд ли двухэтажка выдержит все эти манипуляции. Видимо, эти доводы оказались решающими, когда дело дошло до апелляции. Там постановили оставить все как есть. Но Игорь Чкалов недолго радовался. Его соседка еще зимой клятвенно мне пообещала, что не смириться с поражением. Против новой крыши у нее нашелся еще один аргумент. Якобы после самовольной реконструкции, затеянной ее недругом Чкаловым, стал дом разрушаться. Крыша настолько конструкция деревянная, то есть там никаких кирпичей, ничего не было. Большого веса она не предоставляет. Все, кто видит этот дом, они знают все, говорят, что сколько мы себя помним, эта трещина так и была. Если бы она была, да, она бы и дальше была бы, тут ее нет. Что самое удивительное, суд этой версии поверил. Чкалов касацию проиграл. И теперь ждет нового подвоха от соседки, примириться с которой шансов нет. Это камень преткновения. Это будет вот сейчас, вот яма сейчас, вот сейчас закончится крыша, начнется яма. Вот и трещины получились, видите, вот дальше. Сейчас что-нибудь еще, чем-то нам отвалится. Еще, опять я буду виноват, она сидит целыми днями, печатает им вот эти дела все, кляузы. Тетя Валь, вот можете вы нам выйти, уделить минуточку? Мы вот кино тут снимаем. Не надо снимать, мы уже снимались. И мы говорили очень много. Сейчас вот буду обжаловать вот эту вот статью. Я сказала не снимать. Вот такой вот диалог происходит все время. Человек просто то мирно не живет и хочет чем-то заняться. А заняться, наверное, больше нечего, чем кругаться с соседями, ходить по судам или еще что-то там, жалобы какие-то писать. Развлекать, наверное, так человека. Кому развлечения, а Игорю Чикалову горе, денег на постройку новой крыши у него нет. Но даже если бы они появились, исполнить решение суда все равно невозможно. И материалов нет старой крыши-то. Они все гнили, сгнили, мы их уничтожили, просто убрали. Все, поэтому как я их восстановлю, эти материалы. И тем более нет ни документации на старую крышу. Да, вот этот парадокс, конечно, он просто возмутительный, конечно. Конечно, непонятно, как быть, когда ломать, зачем ломать, если мы даже сломаем эту новую. Нам надо все равно взвести какую-то новую опять. И она тоже будет считаться незаконной постройкой, так же по закону. Теперь Игорь Чикалов каждый день с опаской ждет судебных приставов. И все еще надеется на Верховный суд. Ну, может, он окажется гуманнее и впрямь. Но какой смысл принимать суровое решение, которое все равно выполнить невозможно? На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»